Брёнгомфи Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпании «Город. Время говорить». Главные события и темы сегодняшнего дня в изложении наших авторов. Плата за кровь в России возвращается в денежное оплате за сдачу донорской крови. Таким образом, эксперимент Минздрава провалился. Правила – это жизнь. Дорожные полицейские проводят полезные и увлекательные профилактические игры с детьми. И он приехал. Знаменитый чемпион по смешанным единоборствам Фёдор Емельяненко дал эксклюзивное интервью нашей программе. А теперь обо всём подробнее. Чемпион по боям без правил легендарный российский боец Фёдор Емельяненко вчера вечером приехал в Рязань. Напомним, он принимает участие в тренерском семинаре Союза ММА России. Как сообщил нам президент региональной федерации Союза Анатолий Бараненков, Рязань имеет все шансы стать одним из центров развития смешанных единоборств в России. Визит такого именитого бойца, члена Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте и советника министра спорта, говорит о серьёзной поддержке, скажем так, рязанского проекта. Встречал Фёдора Емельяненко и писал с ним эксклюзивное интервью Глеб Галушкин. Свой визит в Рязань чемпион мира по смешанным единоборствам Фёдор Емельяненко начал со встречи с молодёжью в Никола-Ямском храме. Знаменитый российский боец признаёт, что православие играет большую роль в его жизни. По его словам, именно спортсмены контактных единоборств ближе всего стоят к вере в Бога. Впрочем, пришедшие ребята и любители боевых искусств в первую очередь интересовались у лучшего бойца планеты, собирается ли он продолжать профессиональную карьеру. На это Фёдор Емельяненко ответил, что теперь всё-таки окончательно повесил перчатки на гвоздь и выходить в ринг больше не намерен. Своё время сейчас чемпион посвящает административной работе на посту советника министра спорта России. Встреча с рязанской молодёжью продолжалась более полутора часов. Однако ребята ещё долго не отпускали чемпиона, стремясь заполучить памятные автографы и фотографии. На следующий день нашей съёмочной группе удалось пообщаться с Фёдором Емельяненко и спросить о планах по развитию смешанных единоборств в Рязани. Конечно, задача наша поднять уровень бойцов, уровень спорта. Но время покажет. Главное, что есть люди, есть желающие, есть спортсмены, которые хотят быть сильными, сильнейшими в России. Есть наша адекватная молодёжь. Полностью эксклюзивное интервью с чемпионом смотрите в завтрашней итоговой программе «Время говорить». Также в рамках визита Фёдор Емельяненко провёл семинар для рязанских тренеров ММА. Смешанное единоборство – технически сложный вид спорта, включающий в себя десятки различных техник, боевых искусств народов мира. Поэтому здесь без слаженной работы рук и ног не будет успеха. Фёдор Емельяненко пробудет в Рязани ещё один день. В плане его визита – ещё одна встреча с общественностью, которая пройдёт на стадионе «Спартак». Во время встречи с молодёжью, сразу после приезда в Рязань, Фёдор Емельяненко не раз подчёркивал «я православный человек». Что касается его побед над соперниками, которые внешне казались гораздо крупнее и сильнее, то в одном из интервью он ответил, что «не чувствует никакой агрессии по отношению к противнику, потому что верующий человек по-другому и не может». О нас, православных христианах, сказал Емельяненко, будут судить по нашим поступкам во славу Божию, а делать что-то во имя великой цели спустя рукава мы себе позволить не можем. Так что вера, как духовная основа воспитания личности в России, как была, так и остаётся, чтобы там не придумывали идеологи и сомнительные учёные. Вспомним девиз далёкого уже прошлого за веру, царя и отечество. А сейчас вот как бы он звучал, интересно. По всей видимости, православие как воспитательная база и социальная платформа титульной нации России – это единственное, что у нас было, есть и будет, и не стоит искать ничего другого. Возможно, в этой связи было подписано соглашение о взаимодействии Рязанской митрополии Русской православной церкви и регионального минобразования. В программе комментарии на заданную тему. Договор этот возникает не от того, что одна сторона хочет, а другая как бы соглашается. Здесь, я бы сказал, очень большой взаимный интерес. Потому что процессы воспитания без духовной основы решить невозможно. Поэтому здесь и министерство заинтересовано в том, чтобы была оказана такая помощь со стороны церкви. И мы заинтересованы в том, чтобы государство в лице министерства образования, оно содействовало духовно-нравственному воспитанию молодёжи. Ещё о политике, медицине и здравом смысле. Как известно, в начале года Минздрав отменил плату за донорскую сдачу крови. Дескать, это дело добровольное, сдавайте драгоценный источник жизни за еду. Тогда мы сразу стали на сторону скептиков. Но не может такой подход к делу оправдать себя в России, где на тысячу населения доноров раз-два да и обчёлся. Сейчас, можно сказать, сомнения были обоснованы. Все предположения, в том числе и наши, увы, подтвердились. Крови не хватает. Даже президент Владимир Путин на ростовской конференции Общероссийского народного фронта выступил за возвращение денежных выплат донорам крови. В результате появился проект приказа Минздрава о случаях возможности замены бесплатного питания донора крови и или её компонентов денежной компенсации и порядке установления её размера. Человеку будет дано право выбора либо пойти покушать, либо получить денежные вознаграждения взамен питания. Пояснил ситуацию руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба. Интересно, почему очевидно провальные загодные эксперименты так запросто принимаются на всероссийском уровне? Почему бездумно тратятся народные деньги? Почему приходится опять вмешиваться лично президенту? Вечные вопросы современной российской действительности, на которые также вечно не дождёшься ответа. Кстати, пока приказ работать не начал. Сегодня мы по телефону и спросили комментария у главного врача областной станции переливания крови Михаила Черко. Так вот, он сообщил, что пока всё остаётся по-старому. Ну, если зимнее нововведение, можно позиционировать как что-то старое. За кровь дадут талон на питание. Причём на хорошее, полноценное питание. В чём во время съёмок репортажа недавно убедилась и Леонора Мененкова. Гуляш мясной, шницель, чай, кофе, борщ и даже сухой паёк. Именно так благодарят доноров за сдачу крови. К другим темам. С начала этого года на российских дорогах произошло более 2,5 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Почти 200 человек детей погибло. Таковы данные госавтоинспекции. К сожалению, чаще всего маленькие граждане гибнут по вине родителей. Ну, нет детского кресла в машине. И даже незначительное столкновение может стать смертельным для ребёнка. А сколько пьяненьких папаш везут своих ребятишек с пикников. Много происшествий на пешеходных, переходах и около школ, торговых центров. Поэтому дорожные инспекторы говорят профилактика, профилактика и ещё раз профилактика. Справедливости ради, надо сказать, не только говорят, но и действуют. Сегодня в лагере отдыха солнечный. Началась очередная детско-полицейская игра. В другой форме эффективно вложить знания правил дорожного движения в юные умы маленьких непосед просто невозможно. Из Солочи. Репортаж Оксаны Тебенихиной. Управление областного ГИБДД ежегодно организовывает для детей со всей области обучающие занятия на базе лагеря «Солнечный». Здесь на оборудованной площадке есть всё. И светофор, и железнодорожный переезд, и пешеходные переходы. Дети соревнуются в знании правил дорожного движения, оказания доврачебной помощи, творческий конкурс. Мы построили в этом лагере автоплощадку. Также дети проезжают два конкурса на велосипеде с препятствиями. Ребятам такое полезное развлечение нравится. Ведь это не только весело и интересно. Благодаря таким урокам жизни малышня с юных лет адаптируется к современному дорожному ритму и учится не теряться в сложной ситуации. А уж их взрослые дяди и тети за рулём создают ой как много. И в завершение программы любопытная философская зарисовка из жизни муравьёв, снятая нашим оператором Дмитрием Ефимовым. Целую дорожку проложили на асфальте маленькие трудяги, чтобы таскать туда-сюда свои муравьиные грузы, не отклоняясь от заданного курса. Есть тропа и она закон. Как это не похоже на наше высшее человеческое общество. У нас то один, то другой, то целое ведомство типа оборонсервиса шатнётся куда-нибудь налево, чтобы общественный груз в свою собственную кладовку скинуть. А эти несут туда, куда долг зовёт. Нам бы набрать во властные структуры вот таких честных, прямолинейных, трудолюбивых ребят, за ними как за каменной стеной. Но почему-то в человеческой жизни всё наоборот. А может это муравьи более организованного общества, а не мы? Вот и асфальт во дворе люди положили такого качества, что даже малюсенькие малютки со своими крошечными лапками его продавили. Привет вам от человеков мураши. Завтра подведём итоги уходящей недели. А на сегодня всё. Хорошего вечера. И до встречи. Знают взрослые и дети о том, как мы вкусно и душевно печём. Брян конфи, готовим вкусно, словно мама. Где бы ни был ты, возьми с собой брян конфи. Брян конфи, всегда уютно рядом с нами. Приходи с друзьями в семью брян конфи. Брян конфи, попробуй и ты.